Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я подумал, что может с ними как-то связь сделать. Бывают люди, которые... Ну явное дело, что они там, которые остались, их продолжают бомбить. Мысль такая, что людям практически возвращаться опасно. И многие не пойдут обратно. Если бы мы вышли на них, ну кто-то был бы там сказать, что есть люди православные. И кто желает, ну... Предпочтение дается молодым, с детьми. А если с ними есть старики, тогда и стариков можно взять. Ну и рассказать все как есть. И может государство помочь даже. Помочь немало. Вот которые сейчас там страдают, Каждому погибшему в семье оплачивается 6 миллионов. 7. А раненому 3. 7 миллионов. А? 7 миллионов. Ну может добавили, может добавили. Первый день говорили они 6, пополам было. Сейчас 7. Так вот. Связи-то у меня никакой нету. А мысль-то есть. Помолиться надо. И чтобы кто-то взял это на себя. Связь установить. С кем? Ну конечно с губернатором надо, с мэром города. Потому что это с ними связано. И надо по интернету посмотреть, куда еще они, в какие области. И там дать знать. Люди, когда уезжают и где-то хотят прилепиться, они говорят, какие были недостатки, остаются там. Им может быть как раз и нужно заботиться о детях. А лучше, чем потеряем, это не найдешь нигде. Все под присмотром. Учителя верующие, церковь. Как это вот сделать-то? А помещение? Нас никто не знает. Мы замкнулись и сидим на одном месте. У нас прибыль была когда? Когда шли занятия в университете. Батюшка помнит? 26 человек сразу крестилось. Крестилось, а сколько не крестилось, слышали, приходили, уходили. А мы если будем сидеть, у нас сейчас связь только через интернет. И поэтому меня вчера, позавчера предупредили, что-то надо делать, какую-то площадку, называется, готовить. Потому что вполне может стать. Где-то Twitter, там, Facebook, некоторые уже запретили. Я не знаю, у меня знаний никаких нет. Но Google буквально трясет вот так вот. Потому что так называемые фейки. Это обман. И врут те, и как пишут в интернете, врут и другие. А на сколько врут-то? И теперь внезапно это одобрил у нас, кто там, это Дума. Президент подписал о том, что если кто-то, какие-то сведения неверные будут говорить, там войска, будьте там или проще это. До 15 лет. Когда маньяк 15 лет не получает. Убийца. Смотришь, 5-7 лет и уже вышел на свободу за 3 года. То есть это очень серьезное дело. Поэтому у нас в интернете принято решение не называть ни президентов по именам, ни страны. Ну, у нас есть молитва. Молиться за кого? А к молитве как пристанешь? Каяться за действия предков. Каялся в этом Феодосии-младшей за Златоуста, которого гнала Евдоксия. И мертвого он встречал. У мертвого просил прощения. И этот днет был снят. Здесь было точно так же. Царь Алексей Михайлович встречал мощи Филиппа Колышева, которого Молитов с Куратом задушил. И ему в руки вложил покаяние. Я молюсь, каюсь за неумеренную лютость моего прадеда Ивана Грузного. Нам есть о чем думать. У нас-то что тоже было-то? Где мы не были только? То есть время покаяния, но все к этому подошло. Конкретно. Конкретизирую это. Связь нужно как-то установить. Нужен человек, умеющий делать это дело, как писать. Но я сообщу, куда надо. У нас есть специалисты в этом деле. Как, допустим, они откликнутся. Что мы можем? Сколько можем принять в город? Сколько потеряете? Если они сюда приедут, может быть, им помогут квартиры проще достать. Но они-то не для этого едут, а чтобы быть в общине. Вот подумайте сами, к завтрашшему не подготовьте. У кого какие мысли приходят? Как поступить? Вот когда это наваждение-то было, Амур разлился. Мы об этом писали. Но они куда? Они домой и вернулись. Вот интересно постиг. Взяли ипотеку там, которые люди так... Остановилась, работа-то нет, все залило. А там-то счет-то идет. И они к президенту, дескать, ну помогите, чтобы остановили, пока дальше-то проценты не шли. Он говорит, я ничего не могу. Не дай Бог попасть в долг, и какое-то несчастье. А им разницы нет никакой. Вот Игорь купил комбайн. Только за кредит 1 миллион 200 тысяч. Миллион 200 тысяч сверху той цены, какая есть. Как это так? А вот было... В Ливии что было? У них если 1% берет банкир, смертная казнь, мусульмане, 1% берет, а как? Государство все им оплачено. Мы думаем, мы живем хорошо. У них так вот родился ребенок, теперь пошли регистрировать его. Я сейчас не знаю, сколько, кажется, 50 тысяч долларов сразу кладут на книжку. Чтобы он вернулся, из армии в Шинели не ходил еще 3 года. У него к этому времени он какой-то свой предприниматель, может быть, или что-то. У нас если приедут в Потеряевке, это земля. Земля, хозяйство, скот есть такие, которые без этого буквально жить не могут. Ну сейчас вот косись. Сейчас магазины закрыли, еще в холодильнике. Больше недели-то ведь не хватит. А ты представь, Игорь, барабаш, 1200 гектаров уже. А это что? Ячмень, пшеница сейчас свою мельницу продают, мука своя, горох, гречка, лен. Да ты и на обмен, и бартером, какого угодно может. Мы-то все здесь коснись, на хлебнике. Кто-то что-то производит, ну-ка посмотри. Ну начинаю, с меня ничего нету. Примнатиныч, если на больше не претендуем. Примнатиныч, это на один сезон. Не понял. На один сезон у него есть, а потом дальше он соляки не купит и приедет в семье. Один сезон. У него переполнены склады в сезон. Не сезон. Он тысячу человек может кормить и несколько лет. Склады. Второй склад-то, посмотри, какой он построил. Дело в том, что у него мысль-то второй комбайн приобрести, еще земли прикупить. Да уже все. Мы говорим начал с нуля человек, как Бог благословляет. У батюшки доста вешек было. У батюшки у нашего. Ну поговорите потом о том. Не раньше, не позже. Ну сейчас останьтесь с ней, вам уже в рост сразу. А вот здесь самое то место. Мы комментируем. У батюшки около ста овец было. Рядом, который живет в Володе плотников. Около ста свиней. И Вася у него учился в университете заплатный. Он за нее все платил. Пчел держи. Я помню, свой инкубатор сделала Глушкова Галина. Она такая мастерица. Вон вроде все растет. Игорь сейчас этими теплистами пользуется им. И там где-то продают. Это деревня. Земля кормят. Как Столыпин говорил, земля несет на рабственное начало. Первые люди здесь с этого начали. То есть мы и приглашаем, и есть где им быть. Зацепиться. А если приедут сказать до весны, чтобы была установлена света, то если вы это дело приняли, одобряете, я прошу помолиться. Ясно, что ты сама не будешь еще делать. помолиться можно. Это наши люди русские, православные. Ну, хотя бы номинально православные. Вот у меня все. Можно маленькое объявление? Поблагодарим Бога. Пока мы молились, лавина сошла с крыши, там вот так вот лежит томно она развалилась. Слава тебе, Господи, что никого не убило над входом прямо вот здесь. Аллилуйя. По молитвам святых. Господи, слава тебе. Давай в город помолимся, привезем перед Господом наше. Потому что мы нуждаемся. Господи Боже наш, слава тебе. Милостивый Создатель, услыши наш голос, долготерпеливый, многомилостивый. Ты промышляешь о каждом человеке прежде его рождения. И о чем мы, Господи, рассуждали. Если в чем погрешили, прости нас. Дай знать этим людям, что есть православное, хотя и слабенькое, где могли бы имя Твое Святое и дела Твои прославлять вместе. Устрой это дело по воле Твоей, Святой. Аллилуйя. Аминь.